Секрет номер пять. Помните, я сказала, что будет пять секретов. Секрет номер пять. Практика, да, последний секрет. Обязательно практикуйтесь. Я все время об этом говорю, прошу. Одна минута, две минуты, три минуты. Конечно, Хаса Сильва говорит, пять минут в день хорошо. Если вы болеете, если у вас какое-то серьезное заболевание, делайте, погружайтесь на альфа-уровень, проводите практики исцеления при помощи воображения, визуализации по 15 минут. Используйте наши медитации, да, они более длинные, 10-12 минут. Используйте длинные медитации, гипномедитации. Что я хотела... Хорошо, Юлечка, да. Что я хотела вам сказать? В «Живи в ритме» Сильва, да, в курсе, Хосе Сильва создал набор техник, которые помогают нам управлять своим физическим, эмоциональным состоянием. Но почему я считаю, что те, кто сейчас на масштабном курсе, через три месяца, да, у нас сейчас еще осталось буквально сколько, на середине мы с вами находимся. Вот когда вы выпуститесь, у нас впереди еще блок воплощения желаний, сейчас мы на интуиции с вами. То есть вы поймете, как управлять своим физическим состоянием, поймете, как активизировать, развивать свою интуицию, поймете, как работать с своими желаниями при помощи определенных техник и практик. А дальше перед вами просто. То есть альфа-уровень – это мир безграничных возможностей. И вы можете придумывать свои собственные техники, практики. Где-то вы можете просто пересоздавать, где-то вы можете стирать ластиком, где-то вы можете представлять, что там полотина смывает какие-то ваши страхи или еще что-то. Все, что угодно. Самое главное – это создание позитивной картинки, позитивного ожидания, позитивного образа и думать о том, что вы хотите. В том плане, что все время знать, к чему вы идете, где вы хотите оказаться, думать о желаемом. И когда вы, то есть я говорю, что это как такие азы, но когда вы поймете, как эти техники применять, то дальше вы уже в свободном плавании волшебного творения, я бы так сказала, волшебства. И уже не будет вправо сдвигать картинку, влево, в синей рамке ее видеть или в другом цвете, стирать или не стирать, вы уже сами поймете, как работать с этими техниками, и что это просто ваш мир, с которого начинается создание всего, что происходит, проявляется в физическом мире. Когда вы начнете это прям вот в какой-то момент, даже как я уже сказала, я делала, говорила об этом примере, я делала, сейчас работала с курсом финансового изобилия, и переводила, не переводила, записывала упражнения, и я поняла свое ощущение, когда я начала ощущать то, что моя цель уже моя. Я не могла это объяснить, но через это упражнение я поняла, и в какой-то момент вы просто начнете вот это количество энергии, которую вы направили, мысли, положительных мыслей, положительных эмоций на свое желание, на свой образ, вы начнете ощущать и чувствовать, когда оно близко уже, когда оно уже вот-вот должно проявиться. И это такие невероятные ощущения, но они происходят с опытом. И для этого нужна практика, это вот тот секрет. Я говорю, каждый день, хоть на минуточку, осознанно погружайтесь на альфа-уровень, посмотрите, как это легко делать. Сейчас я вам дала две минуты на фрактальное расслабление, на расслабление тела, да. Расслабили тело, расслабили сознание, поработали в течение дня, что-то не получилось, может быть, кому-то что-то сказал, может быть, в какой-то момент испытал страх, проработали, прочистили свой день, сделали заготовку на следующий день, чтобы он прошел по-другому. Потому что каждый раз, когда вы переписываете, переделываете, вы замечаете, что вы начинаете себя по-другому вести, да. Разум, мозг, тело все время, да. То есть создаем сначала картинку, потому что когда мы создаем картинку, как я буду себя плохо чувствовать, мы в итоге себя так и чувствуем. Поэтому помним об этой связи, очень важно. Начинается все с мыслей, наш мозг получает этот сигнал и, соответственно, действует наше тело, да, заболевает или не заболевает и так далее. Поэтому, в общем, да, я надеюсь, что сейчас посмотрю, подарок вы скачали. Вот, совершенно верно, Инна, вот вы правильно сказали, я не знаю, это вы писали про страх неоплаченных счетов или нет, или это Марина была. какой, если, вот, правильно, вы только что почувствовали, каково это, освободиться от этого груза, страха, а если это никогда не случится? А может быть, это никогда и не случится. И освобождение этого страха дает нам огромное количество энергии, чтобы действовать. действовать. И действовать для того, чтобы это как раз никогда не случилось. Но потому что мы боимся, что это случится, мы парализованы, даже ничего не делаем для того, чтобы это не случилось. Потому что нам не хватает энергии, потому что мы напряжены, потому что у нас нет идей, потому что мы не знаем, как правильно. Но когда мы расслабляемся и говоримся, а если бы этого не случилось, как бы я себя чувствовал, вел, поступал, думал, что бы я сказал, как бы я проживал свой каждый день, и тогда вы просто наслаждаетесь. Поэтому прямо сейчас запомните эти приятные ощущения, и если снова этот страх, опять идете на альфа, и вы заметите, что в следующий раз, сейчас 10 минут было упражнения, потом 5 минут упражнения, а потом вы уже так, сейчас я поработаю, и вы чувствуете, что вас уже отпускает. Вот и все, это тренировка, тренировка мозга, тренировка мыслей, тренировка своих убеждений, это все через тренировку, точно так же, как мы качаем мышцы в зале, сначала нам тяжело 2 килограмма, 3, потом мы уже штанги берем и так далее. Точно так же мы тренируем свои мысленные мышцы или субъективные мышцы через такие небольшие изменения. Я все время выступаю за небольшие изменения, потому что я считаю, что лучше идти маленькими шагами, но дальше, чем рвануть и упасть через 100 метров и уже не подняться.